напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали сколько футбольных клубов динамо было в ссср а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео в чемпионате ссср насчитывалось 10 футбольных команд под названием динамо они были образованы в киеве москве тбилиси минске ленинграде ростове-на-дону кировобаде сталинобаде алма ате и риге как звали старшего сына сталина у сталина было пятеро детей двое официальных сыновей яков и василий одна дочь светлана один внебрачный сын александр и один приемный сын артем яков иосифович джугашвили старший из пяти детей сталина он родился в 1907 году а погиб в 1943 году во время великой отечественной войны попав в немецкий плен с какого советского актера срисовали волка в мультфильме жил-был пес армен джигар ханян покорил аниматоров союз мультфильма когда те попросили его показать волка он сразу упер руки в боке сделал тяжелый бывалый взгляд и стал разговаривать своим знаменитым волчьим голосом с хрипотцой что было внутри этого флакона в ссср была популярная игрушка степка бесстыдник в виде мальчика со спущенными штанишками а ленинградская парфюмерно-косметическая фабрика алые паруса выпускала шампунь шалун в похожем флаконе средство обладала очень приятным ароматом и сильно щипала глазки что за продукцию выпускали в украинской ссср под названием экспресс сигареты экспресс выпускались с начала 70-х годов на фабриках украинской сср их оформление с годами практически не менялась это сигареты четвертого класса со слабым табачным ароматом но достаточно острым и горьким дымом пачка из 20 сигарет стоило 40 копеек какой из этих автомобилей выпускался на горьковском заводе в волга это название ряда легковых автомобилей среднего класса выпускавшихся горьковским автомобильным заводом с 1956 года всего на горьковском автомобильном заводе было выпущено 639 тысяч четыреста семьдесят восемь экземпляров всех модификаций что из перечисленного было стыдно делать советским гражданам полиэтиленовые пакеты в ссср появились в конце 70-х советские граждане берегли их и даже стирали массовый сбор стеклотары такое распространенное явление что даже на несколько лет пережила ссср но к концу 1990-х сбор сошел на нет советские модники варили джинсы так как фирменные модели с разводами и потертостями были в дефиците а вот место работы меняли единицы в советском союзе ценилось такое явление как многолетняя работа на одном месте тех кто перебегал с места на место в поисках лучших условий называли презрительно летуны и всячески боролись с таким явлением в каком автомобиле мечтала подъехать каждая советская невеста дворцу бракосочетаний аренда волги стоила 25 рублей в день чайка обходилась дороже автомобили обычно украшали бумажными лентами иногда огромными кольцами но чаще целлулоидной куклой младенца в загса обязательно заказывали фотографа эта традиция появилась в конце 1960-х годов а на входе в зал регистрации браков всегда играл марш мендельсона узнаете этот предмет из советского прошлого на фото конечно же это складной стакан один из памятных символов ушедшей советской эпохи вместительность такого стакана приблизительно 175 миллилитров он работал по принципу гармошки то есть состоял из колец разного диаметра которые при раскладывании образовывали герметичный конусовидный стаканчик как правило такие изделия были выполнены из пластмассы и в пластмассовую же круглую коробочку убирались в этих кедах поголовно ходила вся молодежь и даже волк из ну погоди как они назывались кеды пришли в ссср вместе с шестым всемирным фестивалем молодежи и студентов он проходил в 1957 году и именно тогда советская молодежь в сандалиях и лаковых ботинках разглядела сквозь железный занавес удобную обувь на резиновой подошве свои кеды в ссср появились в середине шестидесятых они назывались два мяча и попали на прилавки в 1965 году это было одно из первых советско-китайских сотрудничеств в производстве обуви и она имела оглушительный успех в кедах ходил волк из ну погоди юрий гагарин звезда баскетбола сергей белов виктор цой электроник с сыроежкиным откуда в советский союз приехала эдита пьеха а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео будущая королева песни петербурга появилась на свет 31 июля 1937 года во франции в рабочем городке но айоль суланс в 1946 году вместе с матерью отчимом и младшим братом юзефом уехала в польшу жили в городе богушеве в селезии в 1955 году после конкурса в гданьске получила направление на учебу в ссср выбрала ленинградский педагогический институт имени герцена как назывался закрытый военный городок в котором готовили космонавтов 11 января 1960 года директивой главкома ввс было положено начало созданию первого центра подготовки космонавтов в московской области до конца 1960-х годов засекреченный изолированный городок назывался зеленый позже он был переименован в звездный городок что нужно было сделать с советским ластиком стирательной резинкой чтобы улучшить его стирающие свойства в 80-е годы наука и жизнь опубликовала рецепт как приблизить по стирающим свойствам отечественный ластик архитектор к кахеноровскому слону лучшая импортная резинка того времени для этого нужно было поместить ластик на ночь в емкость с керосином правда вонял он потом жутко о таком же способе рассказывает героиня муравьева и надя клюева в кинофильме самое обаятельное и привлекательное что нужно было советским детям для игры в трясучку для того чтобы сыграть в трясучку советским детям нужны были монеты действие происходило так на ладонь клались монеты желательно одной стоимости затем ладонь накрывалась другой монетки энергично встряхивались до тех пор пока другой участник не давал команды стоп и говорил решка или орел ладонь открывалась и если обе монеты были числами вверх то выигрывала решка если другой стороной то орел если же монетки по-прежнему лежали разными сторонами то трясучка продолжалась какой предмет женского гардероба изготавливался в ссср из фельдиперса в 30-х годах мечтой модниц были фельдиперсовые чулки в отличие от обычных хлопковых они стоили дорого и были в дефиците но каждая женщина старалась обзавестись хоть одной парой таких чулок ведь они очень изящно сидели на ноге за что профессора илью ивановича иванова отправили в ссылку в 1930 году илья иванович иванов русский и советский биолог животновод специалист в области искусственного осеменения и межвидовой гибридизации животных пытался создать гибрид человека и обезьяны после неудачных опытов в африке решил повторить эксперимент в питомнике в сухуми в 1930 году когда должен был пройти очередной эксперимент иванов подвергся политической критики и отправлен в ссылку в алма-атту какую денежную премию получил михаил калашников за изобретение автомата за знаменитый автомат михаила калашникова наградили сталинской премии первой степени ее размер составил 150 тысяч рублей в то время за эти деньги можно было купить 10 автомобилей во сколько взрослому советскому гражданину в 70-х 80-х годах обходился поход в кино походы в кинотеатр были одним из самых любимых и доступных видов досуга советских граждан взрослый билет на дневной сеанс стоил 20 30 копеек на односерийный фильм и 40 50 копеек на двухсерийный детский билет стоил 10 15 копеек с чем лев ландау сравнивал телевизор лев давидович ландау прославился не только достижениями в физике но и меткими остроумными высказываниями он сказал телевизор это мусоропровод работающий в обратную сторону а теперь а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте для чего предназначен этот советский прибор в данном коротком ролике напишите в комментариях ваш вариант ответа для чего предназначен этот советский прибор надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест